С супругой Алиной Константин Крюков счастлив вот уже около шести лет. Оба занимаются ювелирным бизнесом и много путешествуют. Однако актер не забывает общаться и с дочерью Юлией, рожденной в браке с Евгенией Варшавской. С первой женой артист и бизнесмен сохранил хорошее отношение. Евгения тоже обрела женское счастье, в 2014 году она вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Граднева. У них растет общий сын Григорий, названный в честь дедушки по линии отца. Известно, что Алина ладит с бывшей женой Константина. Ирина Скопцева, знаменитая бабушка Крюкова, подтверждает, что недавно Евгения и Алина даже выбрали для отдыха один и тот же курорт. Костя, правда, не любит афишировать связь с варшавскими, но с Женей никогда общение не прерывал, у них же общая дочка, и это навсегда. Юлька, замечательная, как многие современные дети, пробует стать видеоблогером. Месяц назад покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет. Ей повезло, родители адекватно воспринимают все ее подростковые заскоки. Теперь ласково называют дочь морковкой, рассказала Анастасия Муругова, знакомая актера. У Евгении, помимо работы визажистом, есть и другие занятия. Экс-супруга актера является попечителем центра «Сделай шаг» и владеет фирмой «Надежда Велл», специализирующейся в области права. Московский ресторан итальянской кухни «Рест», которым также занимается Евгения, ей подарил сам Велл. А у отца Жени, Вадима Варшавского, нынче проблемы в бизнесе. Он был судим по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 58-летний бизнесмен находится под домашним арестом до 21 сентября. До этого он сидел в СИЗО, но вышел оттуда из-за подорванного здоровья. Человек находится практически в состоянии кома. До этого Вадима Евгеньевича довели в СИЗО, он дважды лежал в тюремной больнице, где уже впадал в кому. Там же его посадили на инсулин, рассказывала помощница Варшавского Юлия Хесина. Недавно против бывшего тестя Клюкова было возбуждено еще одно уголовное дело. Как сообщает «Экспресс-газета», в Ростове-на-Дону начался судебный процесс, в ходе которого будет рассмотрена неуплата Вадимом Варшавским налогов на общую сумму более 497 миллионов рублей. Фото-инстаграм, фото-экспресс.